Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Июль, 12-й. Святые мученики Феодор Варяг и сын его Иоанн жили в Киеве в 10-м столетии, когда варяги, предки нынешних шведов и норвежцев принимали особенно деятельное участие в государственной и военной жизни Руси. Купцы и воины, они прокладывали новые торговые пути в Византию и на Восток, участвовали в походах над Сарьград, составляли значительную часть населения Древнего Киева и княжеских наемных дружин. Главный торговый путь у Руси из Балтийского моря в Черный называли тогда путь из Варягу в Греки. На варягскую дружину опирались в своих начинаниях вожди у строителей ранней русской государственности. Как и славяне, среди которых они жили, многие из заморских пришельцев под влиянием Византийской Церкви принимали святое крещение. Киевская Русь занимала срединное место между языческой Скандинавией и православной Византией. Поэтому господствующими в духовной жизни Киева оказывались попеременно то живительное веяние христианской веры, шедшее с юга, при Блаженном Аскольде в 860-82 годах, при Игоре и Святой Ольге в 940-950 годах. То губительные вихри язычества, налетавшие с севера от Варягского моря, при вещем Олеге, убившем Аскольда в 882 году, при восстании древлян, убивших Игоря в 945-м, при князе Святославе, отказавшемся принять крещение, несмотря на настояние своей матери, равноапостольной Ольге. Тогда, в 972 году, по другим данным, в 970-м, Святослав был убит печенегами, великим князем киевским оставался назначенный им старший сын Ярополк. Средний сын Олег, былинный Вольга Святославич, держал древлянскую землю, младший Владимир Новгород, правление Ярополка, 970-78. Как правление его бабки Ольги вновь стало временем преимущественного христианского влияния на духовную жизнь Руси. Сам Ярополк, по мнению историков, исповедовал христианство, хотя, возможно, латинского обряда, и это никак не соответствовало интересам скандинавских дружинников, язычников, привыкших считать Киев оплотом своего влияния в землях славян. Их предводители постарались поссорить между собой братьев, вызвали междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того, как был убит Олег, поддержали Владимира в борьбе против Ярополка. Будущий креститель Руси начинал свой путь убежденным язычникам и опирался на варягов, специально приведенных им из-за моря в качестве военной силы. Его поход на Киев в 978 году, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военно-политические цели, это был религиозный поход русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского христианства. 11 июня 978 года Владимир сел на столе отца своего в Киеве, а несчастный ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал был предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами. Для устрашения киевлян, среди которых уже многие, как русские, так и варяги были христиане, в восстановленном и украшенном новыми идолами языческом святилище были совершены неизвестные до того времени у днепровских славян человеческие жертвоприношения. В летописи сказано о поставленных Владимиром кумирах, и приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним сыновей своих и дочерей, и жертвы эти шли бесом. И осквернилась кровью земля русская, и холм тот. Видимо, к этому первому периоду торжества язычества в Киеве при бог княжине Владимира следует отнести гибель святых мучеников Йодора Варяга и сына его Иоанна, которую можно в этом случае датирует 12 июля 978 годом. Возможно, впрочем, что подвиг святых киевских варягов мучеников имел место летом 983 года, когда волна языческой реакции прокатилась не только по Руси, но и по всему славяно-германскому миру. Против Христа и Церкви почти одновременно восстали язычники в Дании и Германии, при Балтийских славянских княжествах, и всюду волнение сопровождались разрушением храмов, убийством духовенства и христиан-исповедников. Владимир в тот год ходил в поход на литовское племя Ятвягов и одержал над ними победу. Во знаменование этой победы киевские жрецы решили снова устроить кровавое жертвоприношение. Жил среди киеврян, сообщает преподобный Нестор в летописи, сваряг по имени Феодор, долгое время до того пробывший на военной службе в Византии и принявший там святое крещение. Языческое имя его, сохранившееся в названии Турова божница, был Атур, скандинавская Тор или Утор, скандинавская Аттар. В старинных рукописях встречается то и другое написание. У Феодора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедовавший, как и отец, христианство. И сказали старцы и бояре, бросим жребий на отроков и девиц. На кого падет он, того и зарежем в жертву богам. Очевидно, не без умысла, жребий, брошенный языческими жрецами, пал на христианина Иоанна. Когда постаны к Феодору сообщили, что его сына избрали себе боги, да принесем его им в жертву, старый воин решительно ответил, не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют и не говорят, но сделаны человеческими руками из дерева. Бог же един. Ему служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и земли, звезды и луну, солнце и человека. И предназначил ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам. Это был прямой вызов христианина, обычаим и верованиям язычников. Вооруженный толпой язычники ринулись к Феодору, разнесли его двор, окружили дом. Феодор, по словам летописца, стоял на сенях, с сыном своей мужественно, с оружием в руках, встречал врагов. Сенями в старинных русских домах назвали устроенную на столбах крытую галерею второго этажа, на которую вела лестница. Он спокойно смотрел на бесновавшихся язычников и говорил, «Если они боги, пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына». Видя, что в честном бою им не одолеть Феодора и Иоанна, храбрых искусных воинов, осаждавшие подсекли столбы галереи, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их. Уже в эпоху преподобного Нестора, менее чем через сто лет после исповеднического подвига киевских варягов, русская православная церковь почитала их сонами святых. Феодор и Иоанн стали первыми мучениками за святую и православную веру в русской земле. Первыми русскими гражданами Небесного Града назвал их писатель Киева, Печерского потеряка, епископ Симон, святитель Суздальский, умерший в 1226 году. Последняя из кровавых языческих жертв в Киеве стала первой святой христианской жертвой с распятием Христу. Путь из варяг в Греки становился для Руси путем из язычества в православие и с тьмы к свету. На месте мученической кончины варягов святой равноапостольный Владимир возник впоследствии десятинозой из церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященной 12 мая 996 года. В нее были перенесены в 1007 году мощи святой равноапостольной Ольги. Восемь лет спустя здесь обрел место последнего упокоения сам святой Владимир, крестивший в святую русскую землю. А в 1044 году его сын Ярослав Мудрый. Перенес в эту церковь останки своих дядей Ярополка и Олега, предварительно крестив их кости. Очевидно, последнее вызвано было требование церковных правил о повторном крещении христианина при отсутствии достоверных свидетельств о первом крещении. С другой стороны, в Древнем Киеве придавали большое значение древнехристианским сказаниям о возможности по особой милости Божией посмертного совершения таинства крещения над людьми, скончавшимися вне церковного общения. Такой рассказ считается, например, в известном памятнике древнерусской учительной литературы и сборнике 1076 года, принадлежавшем сыну Ярослава Мудрого, благочестивому князю Святославу, умершей 1076 год. Дивен Бог во святых своих, камни и бронзы не щадить время, а нижний сруб деревянного дома святых варягов-мучеников, сожженного тысячу лет назад, сохранился до наших дней. Он был обнаружен в 1908 году во время раскопок в Киеве в алтаря десятинной церкви. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.